итак приветствую всех дорогие друзья с вами канал неизвестный фэн-шуй и я его ведущая дина орехова сегодня мы продолжим тему похудения и вопросы связанные с лишним весом мы уже с вами говорили о том что эта проблема достаточно актуальная рассматривали причины появления как банальные о которых многие слышали так и те о которых мало кто задумывается и я в прошлый раз затронула такую тему что ни в одной диете не учета возраста и сегодня как раз мы рассмотрим именно возрастные особенности то есть если вы выбираете себе диету то посмотрите вообще на тот фактор что невозможно 20-летней девушки используя эту диету получить определенные результаты и девушки за 40 здесь мы совершенно разные у нас в организме все совершенно разное и поэтому результаты будут совершенно разные случайно сейчас во многих странах да есть когда идет реклама какого-то продукта или реклама какого-то мероприятия да у нас пишут себя часто там 0 плюс и там 6 плюс до 18 плюс но ни в одной диете вы не увидите там 20 плюс или 40 плюс учета совершенно нету поэтому нету и результатов у некоторых людей когда они садятся на ту или иную диету плюс наоборот вреда столько что последующие диеты будут только это усугублять потому что я хочу вам напомнить что такое диета диета это образ жизни образ жизни это не синоним диеты связаны с похудением это то что дает нам такой образ жизни который помогает нам оставаться молодыми стройными и здоровыми долгие долгие годы и вот как раз говоря о возрастных особенностях хочется на двух нюансах остановиться первый нюанс чисто такой знаете психологически он может казаться но тем не менее он очень хорошо может подсказать что каждые семь лет у девочек и каждые восемь лет у мальчиков у нас происходят те или иные изменения раз и на нас влияет совершенно разные факторы какие это первые факторы есть это эмоциональные да то есть вот то что мы не видим чисто такой психологически где эмоцию можно увидеть делать какую-то вот эту психологию нерву нашу да где она где ее можно увидеть но тем не менее определенные семь лет да они чередуются определенные семь лет у нас на нас влияет чисто такие невидимые факторы это как так сказать вот эти связаны с чем-то тонкими какими-то телами да то есть вот эти эмоции нервы и так далее соответственно мы говорят же иногда да мы на нервах сегодня наелись там плюшечков наелись и так далее да мы полнеем совершенно от других вещей то есть нас бросил молодой человек или или там какая-то другая там несчастная он меня не любит или например мне кто-то что-то сказал мне обо мне что-то не так подумали у нас мысль это в голове крутится раз соответственно в этот момент когда у нас голова думает непонятно о чем мы начинаем больше есть соответственно подход в этот период времени времени будет не такой как вот мы рассмотрим другой период да есть другой период жизни там последующие семь лет мы зависим наша полнота зависит совершенно от других факторов в этот период времени нас больше интересует материальные вещи то есть например желание заработать желание сделать карьеру и в этот период соответственно на нас влияют более такие вещи видимые осязаемые то есть первое мы не то едим да мы неправильно соблюдаем режим дня то есть мы не тогда завтракаем не тогда ужинаем едим там пиццу фастфуд что-то быстро на лету на бегу потому что нам некогда у нас карьера у нас деньги и так далее соответственно наполнеем мы совершенно от других факторов не от того что там в прошлый раз что ой меня бросили и так далее да от этого мы пополнили а здесь нет наоборот у нас есть цель и нам некогда останавливаться на таких вещах как готовка еды себе или так далее там в десять часов спать лечь зачем мне в десять когда у меня еще куча работы мне завтра отчеты и так далее поэтому в первом случае когда на нас действует больше эмоций и подход к диете совершенно другой прежде чем применять диету нужно вылечить голову нужно поставить мозги на место нужно эмоции успокоить нужно нервы успокоить и поэтому здесь в первую очередь хорошо работают практики прощения да возможно кому-то поможет работа с психотерапевтом с психолом и так далее да то есть первым делом в этот период жизни эмоциональной женщине нужно эмоции свои усмирить а уже потом у нее когда мысли прояснится она увидит мир совершенно другими глазами да у нее результаты будут совершенно лучше она и есть будет меньше да и не будет у нее как это вот защитная такая защита вот от негативного что на нее и на ее псих влияет защита от этого у нее будет совершенно ей не нужна да и соответственно в другой период материальный как вот грубо выражаясь да например когда на нас совершенно другие вещи другие влияют в первую очередь нужно начать конечно же с коррекции питания и с коррекции режима дня чтобы получить тот или иной нужный нам результат да то есть похудеть поэтому вот эти возрастные особенности их обязательно нужно учитывать для того чтобы был результат мы же когда худеем результат хотим и этот результат он будет совершенно разный даже например если взять женщин за 40 40 лет и 43 года это совершенно разные женщины то есть если в 40 лет женщина зависима еще от эмоциональных вещей то есть обычно здесь бывает да кризис такой семейный какой-то мужчина очень часто заводит себе молодых подружечек да поэтому она на таком вот эмоциональном всплеске у нее начинается отели проблемы с лишним весом да и например женщина в 43 года в 43 года ее интересуют уже больше материальные вещи то есть дети выросли если у нее например все там дома хорошо дети выросли пора строить карьеру пора развиваться дальше и здесь конечно же ей не нужно никому готовить она себе может она детям приготовить мужу приготовить а если муж уже в предыдущий период жизни уже живет с молодой подружкой да то ей и готовить особо себе ничего не надо на ее все мысли о карьере соответственно что она там есть когда она спать ложится когда она там какой режим дня ведет когда она обедает завтракает ужинает и так далее здесь от этого будет зависеть ее проблемы с лишним весом соответственно разные совершенно подходы это такой известный фактор но мало кто его учитывает если уже вдаваться в область китайской медицины и диетологии то там рассматривают другие возрастные периоды то есть у нас как человек как часть природы соответственно в разные периоды как года да мы весной одни летом другие на нас факторы влияют как я вам уже про это говорила да такие вот сезонные моменты плюс в нас точно так же как в природе есть период весны есть период лета есть период осени и есть период зимы соответственно в период весны да у нас все быстро происходит то есть мы можем быстро пополнять например даже да это обычно детский период быстро у нас все может уйти потому что у детей в период детства в период дерева у нас совершенно все другие процессы происходят но в данный момент мы к этому не относимся период огня у нас тоже огонь он тоже достаточно быстрый здесь мы много учимся мы много развиваемся мы много узнаем у нас эмоции хлещут и в этот период у нас тоже в общем то все происходит гораздо быстрее почему я говорю нельзя сравнить девушка двадцатилетней и сорокалетней мы в разных вообще находимся период если она находится в возрасте огня то мы уже с вами находимся в возрасте металла и у нас не будут одинаковые результаты у нас будут совершенно разные результаты потому что металл это уже осень осень дорогие мои согласитесь что осенью все начинает засыпать сбор урожая то есть то что мы накопили вот здесь за период детства и юности да и наше восстановление все наше неправильное вот здесь уже начинает бурым цветом проявляться потому что согласитесь когда мы уже начинаем засыпать вот представьте себя вечером когда вы уже в периоде в таком дремном спать хотите у вас уже ничего не усваивается и вам хотят в темяшить какую-то умную мысль она для вас просто не дойдет раз плюс я вам помните даже говорила что если вечерний период мы что-то съедаем она откладывается тоже мертвым грузом также здесь мы в таком периоде находимся что все у нас уже очень многие процессы замедляются приостанавливаются и естественно учитывать это тоже надо для того чтобы и образ жизни тире диету выбрать для себя чтобы она была эффективна и соответственно чтобы здоровье не навредить потому что здесь уже в период осени период металла согласитесь вот смотрите металл образно так он лежит где-то там в земле и чтобы его оттуда достать вот вы его достали да вот это глыба такая непонятно и чтобы из нее сделать какую-то красивую форму нужно приложить определенные усилия да то есть расплавить этот металл огнем выложить в определенную форму и тогда он будет какой-то вот драгоценностью красивой чтобы нам сиять блистать и так далее да поэтому здесь уже другие нужны приложить усилия если мы это не прикладывали гораздо больше шагов не быстрых быстрые здесь не помогут быстрые вас могут просто нанести такой серьезный вред что уже дальше в периоде воды да зимой как говорится в период зимы в период воды будут гораздо больше проблем поэтому вот этот фактор нужно учитывать так как мы девушки уже с вами после 40 находимся вот в этом период периоде металла и для нас все быстрое что было в молодости для нас уже не подходит не случайно есть молодежная мода да и есть мода для девушек уже постарше мы же не одеваем кричащие короткие юбки да и топики вот так оголяя свой свои пузики у нас уже мода другая более сдержанная подчеркивающая наша женственность и так далее почему же мы кидаемся на те диеты которые якобы быстро худеет та же молодежь и так далее не учитывая возрастной такой фактор что нам не нужно быстро нам нужно постепенно поэтапно чтобы получить результат нужно набраться терпения и следующий возраст у нас это возраст воды смотрите вода сама по себе очень интересная штука поставьте стакан воды да и бросьте туда немножечко попадет туда немножечко грязи что произойдет с водой вода уже не будет чистая в воде в возрасте воды заметно любая грязь сразу видоизменяет все соответственно смотрите подход к похудению в возрасте уже после 50 там и так далее да когда у нас наступает возраст воды там уже вообще другой то есть там чистота 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 и чистота соответственно все что ведет к зашлаковке организм все что ведет загрязнению организма оно автоматически загрязняет наше наш уровень тонкий вот о котором мы с вами говорили наши эмоции в этом возрасте все очень тесно связаны эмоции и наше вот физическое тело поэтому мы порой ведь не обращаем что внимание на то что едим а потом думаем почему я в депрессии почему я злюсь почему у меня еще чего-то да голова болит и так далее почему я всегда ругаюсь со всеми потому что потому что вы находитесь в возрасте воды согласитесь вот бабушки почему они часто ворчат почему они часто беспокойство у них вечное почему у них много страхов потому что у них зашлакована именно уже вот это невидимое невидимая наша часть вот эти эмоции а это я вам говорила уже все очень тесно связаны с тем что у нас физики находятся этот возраст нужно особо особо внимательно следить за то за тем что вы едите чтобы еда приносила только пользу организму чтобы она не откладывалась нигде чтобы она не загрязняла кровь чтобы потому что кровь это информацию разносит какую она информацию грязную разносит или нет и мало где в какой диете прописаны вот эти вещи и потом вы удивляетесь почему у меня нет результата раз почему у меня пропал сон два почему я как не зря говорят женщина на диете всегда очень нервная но ведь это уже ваш организм кричит о том что девушка остановись сделай паузу посмотри тебе уже не восемнадцать стой задумайся у тебя уже ты мудрая вода это мудрость ты мудрая уже включи мудрость отбрось вот это стереотипное мнение что если ты быстро вот тут пополнела то сейчас это насчет раз то очень быстро можешь похудеть поэтому вот этот возрастной фактор обязательно нужно учитывать для того чтобы решить вопрос с лишним весом это один нюанс и третий нюанс о котором мало кто говорят да но тем не менее нужно это обязательно учитывать у нас есть типы людей точно так же по системе китайской метафизики есть типы относящиеся больше к дереву есть к огню есть к земле к металлу и к воде они совершенно по-разному выглядят совершенно к ним нужен совершенно другой подход потому что вот например женщина металл если она в общем-то в молодости вела здоровый образ жизни это такой один из единственных представителей типажей которые очень долгое время будет иметь подтянутые такие формы чуть ли не кубики на животе ну вот и женщина если она относится к типу вода ей никогда не стать такой почему мы не учитываем вот эту природу не случайно как говорится есть разные птицы да вот например воробью никогда не стать орлом и у него природа такая если он даже бы стремился стать орлом может быть в душе быть орлом но чисто внешне он им не будет поэтому вы не зная себя если вы например относитесь к типу земля да земля сама по себе должно быть что-то коренастое должно быть что-то крепкое оно то что удерживает и если женщина земля захочет быть вот такой стройняшечкой у нее очень мало что получится плюс она такое вред себе нанесет что на место земли плодородной превратится в эту пустыню да вот где ничего никогда не растет поэтому именно на следующих встречах мы начнем разбирать типажи разные типажи людей конкретно мы будем говорить о женщинах да и вы возможно еще дополнительно себе нюансик внесете когда будете выбирать диету узнав про себя кто я вообще сегодня что мне лично подходит что для меня не принесет вреда и тогда результаты будут совершенно другие те которые будут радовать вас долгие долгие годы не только чисто вот эстетического да плюс самое главное чтобы мы еще не дошли до каких-то непонятных маразинов связанных с тем что мы применяем одну диету за другой так на сегодня все мы поговорили о возрастных особенностях при выборе диеты и следующий раз мы начнем разбирать типы женщин с точки зрения восточной диетологии и жду вас уже в пятницу также в десять тридцать если возникают вопросы пишите мы ответим на них на следующей встрече так сегодня все всем пока пока с вами была я Дина Орехова до новых встреч до новых встреч